Дорогие друзья, здравствуйте! Спасибо, что зашли к нам в гости. Мы очень-очень рады вас приветствовать. А встречаем мы вас, смотрите, какой красотой. Но разве не красота такое животное? Каспер наш катает деток, с удовольствием с вами тоже здоровается. И покушал, а теперь всех катает. Мы тут маленькую фотосессию устроили. Посвятили детям время. Работу всю не переделаешь. Работы очень много. Особенно сейчас сезон заготовок, пасека, огороды. Но дети превыше всего. Закуску хочу сделать из баклажанов. Вот так баклажанчики буду на такие брусочечки делать. Вот такие вот. Такие вот брусочечки. Здесь у меня полтора килограмм баклажан. И перца столько же возьму. И сейчас это можно делать и на сковородке. Ну, сушить. Ну, я в духовку. Как раз у меня котлетки доделались в духовке. Я буду в котлеты, в духовочке делать. Духовка разогрета. Перчик. Но перчик мне нравится, чтобы он вот прям поджарился такой. Пусть стоит. А здесь у меня котлетки. Красоченные какие. И так же поставлю баклажаны. Котлеты я выкладываю сразу в кастрюльку все. Потому что невыносимо жарко. Их сейчас чуть-чуть остынут. Уберу в холодильник. Дети будут греть. Микроволновки накладывать. У нас с сегодняшнего дня началась уборка урожая. В смысле картошки. Мы выкапываем картофель. Так. Ой. У нас приехал Влад сегодня. И ночью приезжает папа. Буквально на три дня. Все. Крышечкой закрываю. Пусть пока взрывают. Все. Пока баклажаны с перцем запекаются. Я делаю заправку. Стакан воды. 200 грамм. 2 столовые ложки сахара. Чайная ложечка соли. Все. Пусть закипит. У меня вода и так кипяченая. Пусть хорошо покипит. Разойдется. В заливочку я налью 2 столовые ложки 9% уксуса. Стакан воды. 200-250 грамм. 2 столовые ложки сахара. Чайная ложечка соли. 2 ложечки уксуса. Уксус столовый. 9% О, не знаю, за что хвататься. Перчик мне очень нравится, когда он вот так подпеченный. баклажанчики мягкие-мягкие прям и перчик получилось немного я прямо здесь сейчас я хочу во сколько влезет я хочу утрамбовать вот в эти баночки укропчиком и чесночком пересыпать и как это вкусно перчик он вообще с баклажаном вкусно вот они так и своя не буду укладывать на бумаге делаю зато противень только сполоскнуть и все ложку перца ложку баклажана так еще перчика еще баклажанчик а чуть-чуть чуть-чуть укропчика немножко чесночка и опять перчика и утрамбовываем баклажанчика часа через три можно есть эту закуску но завтра приезжает у нас папа детей как таковых такая закуска но я буду рада если она их интересовать будет как таковых она их не очень интересует но папа приедет завтра приезжает обещала рассказать это ночью в четверг он приедет пятница суббота воскресенье воскресенье он уедет примерно в обед уедет опять на пасеку и будет переезд на подсолнух подсолнуховый мед переезд на подсолнух он воскресенье переезжает до этого позвонил не сказал света у нас был отдых на море запланирован на 1 июля говорит перенеси если будет возможно вы же там проплатили отдых наш на сейчас и ну в общем я позвонила все получилось так но это тоже чуть-чуть осталось не буду до полный добивать но утром будет хорошо можно петрушкой можно кинзой проложить кто что любит и моим рассольчиком и мы папа только переедет получается воскресенье и сразу приезжает нас забирает и мы поехали на море нас уже там будет ждать с утра домик потом заезд до двух часов как освобождается ну в три часа заезд все пропитается сейчас водичка стекет маленькой ложечкой хочу так сделать крышкой закрою убираю в холодильник смотрите какая красота смотрите какая баночка красивая так доделаю сюда перчик сегодня съедим попробуем и баклажаны перчик баклажаны и это то пропитается хорошо сразу так и баночки а весь чесночок не весь не буду много будет еще сегодня чесночок пригодится и залью вот это сегодня съедим она сейчас питается попробуем смотрите красивая какая баночка получилась которая вот в холодильник убирается нарезали все все ульяна тут перцем не помогала и помидоры заготовлены уже шкурка снята через мясорубку протерты перец перец надо с баклажанами 2 на 2 у у меня 4 на 4 масло нагрелась в кастрюле я оставлю рецепт я оставлю рецепт я готовлю 12 килограмм баклажан поэтому в основном я все добавляю на глаз ну примерно смотрю сколько это будет сейчас станет золотым я добавлю морковь лучок аж на подпекся да сейчас выкладываю морковку я вам оставлю под видео порцию на 3 килограмма баклажан кому меньше надо высчитают кому больше добавят я немножечко поменьше масла слив подсолнечного добавила обязательно после закипания минут 20 вот как овощи лук морковь как вот они закипели у меня их много я минут 20 их пропариваю хорошо тушу до этого лук тушился лук тушился также все лук лук с морковью хорошо протушился 20 минут обязательно хорошо хорошо протушился и и выливаю помидоры сюда же сейчас высыплю сахар соль но потом еще попробую хорошо прям так кипит но чуть-чуть оставила ушла прям на чего но не прикипела нет все начинаю выкладывать все овощи баклажаны баклажаны котлетку бери папе там главное бери чтобы папе максимум а скушала уже покажи-ка что там возьми возьми ну еще и Влад приедет и Рома Вера ела котлетки взяла большую кастрюлю 40 литровую она сейчас упарится но пока некуда складывать еще кабачки не положила конечно если перекрутила было бы меньше но мне что-то последнее время охота чтобы было вот так вот пока у меня закипает моя икра подумала потом сделаю еще баклажанную игру через мясорубку ну вот решила такую сделать хочется прям чтоб на хлебушке были кусочки или когда макароны изделия рис гречка тоже рядом положить тоже будет вкусно чем я здесь занимаюсь свободную минуту последнюю неделю кроссворд отгадываем надо развивать мозги надо вот стала отгадывать все кроссворды такие сложные но вот сегодня на 217 странице села буквально за пять минут легкие слова но интересно метафоры такие используют что оконная занавеска я что только не думала это оказывается гордина по буквам сошлось но я бы ни за что не подумала что это оконная занавеска я бы подумала и штора портьера там еще что то но только не а да но только не гордина а тут гордина выходит в общем книга толстая работы вдруг возьму даже на море отдыхать буду еще раз я там начала рассказывать иван позвонил и сказал чтобы мы я принесла число нам повезло домик был свободный и мы взяли с 21 по 26 включительно видите можно сразу 10 дней жить 15 дней мы ездим частями но нам здесь ехать три часа поэтому нам проще приехать чем так надолго оставлять бабушку на хозяйстве дедушку на хозяйстве то есть нам проще вот так вот чтобы никто не устал и быстренько и мы отдохнули в принципе и приехали недалеко ну поедем поменяли и будем выезжать в ночь чтобы без пробок а иначе на горячем ключе постоянно пробки будем выезжать в ночь хочу посмотреть уже неделю как забрала посылку с фабрика и так еще ее не доставали такой наплыв дел ну брала в этот раз для массажа буду открывать я вообще покупаю разные такие штучки у нас есть ногу ставить видно да поколоть ногу сидит можно даже две ноги вот можно даже две ноги поставить хорошая штука у меня есть одна там одну а здесь можно прям две смотри и еще и вот эти места будут вот ты тут катать будешь а пальчики будут массажироваться вот этими штучками мне понравилось посмотрю на дело в деликах в этот раз все для массажа брала прям давно хотела и у них увидела это подушечка подушечка специальная как хорошо ложится шеей да можно хоть спиной хоть шеей полностью для массажа на замочке будет грязная постирать можно да подушечка сегодня мы ее испробуем это цесарка недовольная не обращайте внимание я их выпустила они у меня гуляют ну хватит так а это коврик получается подушечку под шею а спиной прям на весь коврик вот так вот целый комплект выборник я купила да коврик тоже с поролоном внутри не дает разговаривать эта цесарка коврик тоже с поролоном внутри целый комплект для массажа для отдыха папочка приедет будет лежать снежану сейчас положу нет на гвозди не хочу ложиться это гвозди ну не гвозди ну смотри как колючая а нам уже все равно так снижание анюти на море купила наклейки на руки на тело на тело парфюмированные татуировки фаберлик способ применения написан как можно сегодня вскрыть немножко а так оставить туда хорошо тоже сегодня можно да не обязательно делайте сегодня сейчас пойдут все на себя наклеивать на анютки тебе у них у них английский их не отпустили на лето на каникулы на английском у нас очень строгая репетитор учительница но она золотая я прям ее уважаю она даже и меня ругает если дети не готовы вдруг они меня-то обманывают я-то им 10 раз а они мы готовы закрутилась закрутилась и куда-то закрутилась а потом я как глянула к ним в тетрадь так мама дорогая и она главное молчит учительница уже несколько раз они ездят и не готовы я к ним бегом садитесь писать Так они в прошлый раз пришли, учительница говорит, какие вы молодцы, готовые на сколько. Они писали одно слово по сколько раз? По 30 раз. По 30 раз одно слово. Пожалуйста, дочь, бежишь целовать? Да. Нет? Пожалуйста. Ой. Так, ну и взяла, едем на море. Поэтому взяла масло-спрей для загара. Приеду как шоколадка. Это наоборот защищает от загара для ребятишек. У нас очень ранимые, Анюта и Ваня. Ну а в этот раз малыши еще с нами будут. Так. Это липовый цвет. Гель для душа опять взяла. У нас такой был, только чуть другой. У нас такого липового цвета не было. Такой интересный, да? Они всем подряд моются. Я не успеваю попробовать. Ну что, не так? Да. Скраб для тела взяла. Ох, как начистимся, нас никто не узнает. Солнцезащитный крем для детей. Вот он. Тот для более для взрослых, а это для детей. Вот я взяла для ребятишек. Как раз едем на море. Вот эта вся комплекция с нами едет на море. Для ребятишек. Тебе не надо. А мне надо. Да, тебе надо. И татушки. А, ну татушки-то это ваша. Так, дальше. И все, в этот раз немного набирала. А, вот еще. Это что такое? Сейчас посмотрю. Помню, уже не помню. Вроде и время немного проходит. Маска, маска. Маска. Мгновенная. Сейчас намажусь, и вам не узнают меня. Я могу маму хоть много масла надевать? Нет, это такая доченька. Ой, ой, это масочек. Его сейчас забыли. А? Его сейчас забыли. Да, зовите уже. Водички сначала. Овес. Это маска. Жидкая. Ее мазать. И когда она высыхает, то я все мазать. Да, сегодня сделаю. Дочь, ты меня закрываешь камерой. Сегодня сделаю. Папа ночью приедет, скажет. Ой, это кто такая молоденькая? Хорошая маска. Освежающая маска для лица. Перезагрузка называется. Они такое придумали, там у них восстановление. А это перезагрузка. Вот мне как раз перезагрузка нужна. Маска. Цесарка, что ты к нам идешь? А вот это одна девочка. И два. Десика. И два десика взяли. Этот уж такой весь нежный-нежный. У меня закончился вообще десик. Ой, какой. Ой, какой. Вроде бы он. Ой, нет, такой. Да? У меня такой был. Такой? Да. Что, закончился? У меня закончился. Домой невозможно зайти. Это вот Василиса с Безаном. Ужас. Я-то не могу. Они как на ночь наделают дело. И такой. От пота и запаха в течение 48 часов нету запаха. И все очень сильно в комментариях хвалили вот этот заварничек. Я же люблю разные чаи запаривать на поле возьму с собой, на море. Ну, что-то там писали уж. Ну, пишут, что он маленький. Ну, очень уж какой-то прям. Костя, что ты, садись, только камеру не трогай. Уж хвалят, хвалят, хвалят. Ну, вот красивый чай налить. Одна девушка пишет, что она просто верхнюю часть брала с собой в поезд. А, вот так вот разбираются. Вот. Верхнюю часть, говорит, с собой в поезд брала просто. А-а-а. Во, видали? В кружечку раз. И все. И заварил здесь, да? Вот как. Так, пишут, хвалят. Пластик, наверное. Пластик. Ну, такой удобный. Да? Такого у меня еще не было. И заварничек заказала. Для себя. Все, что мама заказывает для себя, потом мама этого не видит. Чертель, согласен. Но заказать надо себе. Так. Маску сделаю. На коврик лягу. Молодая стану. Благодаря косметике Фаберлик. И главное, взяла солнце. Все вот взяла то, что сейчас нам надо было. То, что на море едем и для деток. Скраб для тела. Клубничный какой-то. Клубничный макарун. Клубничный макарун. Цветом каким? Розовым. Розовым. Розовым цветом. А я хочу по нему ходить. Ой, у меня сейчас... Это... Рагу мое сгорит. Я сижу тут. Что женщине надо? В косметике полазить. А я вообще... Ой! Никому не... Они съедят его. Вкусный какой. Никому не дам. Они его съедят. Ха-ха-ха-ха. Ой, какой вкусный макарун. Клубничный. Так, ладно, дети, побежала. Я смотреть. Рагу. Сейчас руки помою после косметики. И посмотрю. Надо перем... Уже смотрите, как осело, да? Сейчас оно вообще осядет. Кабачки осядут. Баклажаны тоже. Перчик мягкий станет. Вот так. Кабачки, это уже сейчас. Красный. Я не приклею. Я вырвала это тоже? Это наше смело. Ну вот, прошло еще. Сейчас, девочки. 15 минут. Смотрите, уже все. Все. Уже полностью упарилось. Еще пусть. Каслюля очень большая. Потушу. Минут 40. Ходила сейчас. Смотрела посылки. Девочки начали собирать. Поступил заказ сейчас. На 11 баночек. Повторно заказала. Женщина с Краснодара. Говорит, второй год угощаю вашим медом всех. Спасибо большое. Очень приятно. Очень. Потому что мы правда стараемся. В этом году. Наверное, каждый год теперь хуже и хуже будет, что ли. Но в этом году особенно сложно. Вот сейчас, в данный момент, Иван находится на пересидке. Поле пшеничное скошено. Ну, а тут подсолнухи стоят. Скошено. И они на жаре, говорит, с лета. И мух тьма тьма тьмущая. Жара невыносима. Они там с Максимом сейчас. И вот в воскресенье только будут переезжать уже на постоянное место на опыление. Сейчас не могут переехать, потому что неделю назад на опыление потравили. И они выжидают время, чтобы не навредить пчелкам. И чтобы качественный мед был. То есть так грамотно, как к всему подход такой. Здесь я почти все добавила. Осталось только чеснок и уксус. Это на полтора килограмма баклажанов идет две столовые ложечки уксуса. Я обязательно под видео напишу рецепт. Ну, а вы уже под себя его подсчитывать будете, если кого-то заинтересует. Ну, а нет. Я просто вам показала, что делаю очередную закрутку. Попробовала сейчас соль, сахар. Вроде все достаточно, не надо лишнего. Сладенько, кисло. Очень вкусно. Вкусно. Баланс. Кстати, хочу сказать. В этот раз мы были в гостях у пасечников бывалых. Ну, мы там в гостях буквально 10 минут были. И вам ездил кое-за какой консультацией. И вот мы разговаривали как раз про мед. И они сказали, что мед акации, если стоял в холодном месте, может, ну, вообще может в конце года начать тянуть кристалл. Его надо выставить на солнышко. Это такой, вот этот именно мед акации. Это звуки, это скотч девочки мотают. Мед акации имеет такое свойство на солнышке растаять свои кристаллы. И больше не кристаллизуется. И самое важное, что я хотела сказать, это вот семья, куда мы ездили. Там, не знаю, в каком колене пасечники. Там даже сама хозяйка, когда вышла замуж, ей братья дарили улики, как она рассказывает. И она сама пасечница. И вот они говорят, что мед ни в коем случае нельзя хранить в холодном месте. Ой, мед ни в коем случае нельзя хранить во влажном месте. У нас, говорят, они говорят, что у них однажды покупатели были продавцы и держали магазин. И занесли мед во влажный подвал. Мед напитался влагой, увеличился. Это здорово. У них они продают, а у них бак не убывает. Каждый раз только прибавляет. Но потом этот мед заквасится обязательно. Поэтому мед хранится не в холодильнике, не на морозе, в обычном шкафу на кухне. Не бойтесь, мед не имеет срока давности. А наш мед, который собирают наши пчелки, за которыми следит Иван, старший, папочка наш, они как долго находятся, вот липу в этот раз, как долго не могли качать, пока пчелочки все не затянули. Могли бы по два урожая снять. Нет. Мы дождались, пока пчелочки все затянули и только потом начали качать. Долго в этот раз ждали. Пчелки не затягивали и не затягивали. Когда все сделали, упаковали, и все, папа наш сказал, все, пора качать. Мед зазрел. В этот раз много высказываний. Есть такие высказывания, что акация лучше, чем в том году. Акация, правда, в этом году вкусная. А у одной женщины, Владивостока, была тревога. Она диабетщик, и она у нас покупает акацию. Акация на самом деле для диабетщиков очень полезна. Я говорю, Света, что вы мне прислали? В том году был белый жидкий, в этом году густой и желтый. Нет. Это акация. Светлый цвет, такой желтенький. Наоборот, в этом году, мне кажется, у нас она светлее. Он просто вызревший, хорошо настоявшийся мед. Но такой сделали пчелки в этом году мед. Не бойтесь. Будьте уверены, что мы вам, если присылаем и говорим, что это цветочный мед, значит, это точно цветочный. Если наша семья говорит вам, что это акация, значит, это точно акация. Мы можем вместо акации вдруг поставить липу, но мы сразу это все исправим. Очень редко, но мы нет-нет, дохандрим. Нам люди... Мы в этом году один раз вместо подсолнуха поставили цветочный. Ну, подсолнух прошлогодний медочек, а цветочный этого года чуть-чуть подороже, поэтому клиент остался доволен. Приехал. Что, все сделали? Да, все. И Василисина забрали, и всех прочистили. Осталось только завтра... А Василисина что забрали? А, Банис, Сокрович, а ты мне принесел? Осталось только завтра на заключение подписать, и все. Мое любимое принес. Сейчас устоит, а время сейчас 17.40. Девочки, вкуснятина. А еще до утра вообще вырви глаз будет. И последний штрих – это чеснок. Зелень я добавлять не буду, пока у меня маленькие дети такое не едят. С зеленью. Так. И еще уксус. Все, еще 10 минут. Начинаю разбивать. Все. Будет включено. Потише чуть-чуть сделаю только. И начну делать. Баночки все простерилизованные у меня. Еще даже... Ой, какая красота. Шикарно. Вот такие красивые девочки. Сегодня 12-15 литров сделала баночек. Таких шикарных, красивых. Обратите внимание. Бабулечки тоже унесли. Делала в полулитровых баночках. Смотрите, прям от баклажана мелкие косточки. Смотрите, как красиво. Закончила. Сегодня натопталась. Сейчас что-то у меня там с камерой буду смотреть. Пью воду с липовым медом. Очень вкусно. Сейчас с медом. Спасибо, что были с нами до конца. У нас сегодня и Влад приехал, и папа. Влад без памяти там уснул. Прям с самолета. Столько дел переделал. Все куда-то мотался, мотался. Мне с Ромой помог. Анализы там они прошли. И в 8 часов у него еще планы на меня были. Со мной пообщаться. А я занималась закатками. И в 7 часов уснул. Никакой спит. С самолета добирался. В этот раз долго. Спасибо, что были с нами. До скорой встречи. Пока-пока.